Департаментом таможенного контроля организован прием граждан, на котором были подняты вопросы касательно таможенного оформления, расстрочки уплаты пошлины и НДС, а также трудоустройства в таможенные органы. Подробнее в материале Бека Абдинова. Начальниками структурных подразделений Департамента таможенного контроля по Карагандинской области в общественные приемные карагандинского филиала Народно-демократической партии Нур-Атан ежемесячно каждый второй понедельник проводится прием граждан заместителем начальника Департамента таможенного контроля Баймухановой Толгунсагенбековной. Каждый вторник месяца у нас проводятся встречи в Нур-Атане. Спасибо Нур-Атану за такой вот прием. У нас создаются все условия для того, чтобы мы провели встречу в общественной приемной. К нам приходят участники внешнеэкономической деятельности, у которых назрели определенно какие-то вопросы, на которые хотели бы они ответ получить с первых уст. Департаментом таможенного контроля по Карагандинской области в рамках послания президента Республики Казахстан системно и планомерно ведется работа, направленная на повышение качества и прозрачности предоставляемых услуг, снижение административных барьеров, упрощение форм и процедур таможенного оформления и таможенного контроля, создание благоприятных условий внешнеэкономической деятельности с содействием развития бизнеса в Карагандинской области. В данном случае сегодняшнюю встречу проводила я и отвечала на ряд вопросов, которые задавали наши предприниматели. Вопросы поднимались по отсрочке. В целях формирования положительного имиджа и повышения доверия граждан к деятельности таможенных органов Республики, вовлечения общественности в борьбу с преступностью и коррупцией, Департаментом таможенного контроля организован прием граждан в общественной приемной партии «Нуратан». Ежемесячно проводят прием граждан в общественной приемной областном филиале партии. Одна из них проводима сегодня заместитель начальника Департамента таможенного контроля. Пек Абдинов, Ужас Кабасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.